Первый паровоз, первая палатка, первые очень важные для жизни города предприятия. Первый хлеб, первый чугун. В рамках развития промышленного туризма в Магнитогорске состоялся запуск нового экскурсионного маршрута «Первые в Магнитке». Он проходит по знаковым местам города Металлургов и территории двух предприятий – ПАО ММК и Ситна. Продолжит Елена Ткач. Слово «первый» на новом экскурсионном маршруте будет звучать с завидным постоянством. Само название «Первые в Магнитке» подчеркивает многие факты из жизни нашего родного города и легендарных предприятий. Это смысловое объединение легло в основу нового туристического продукта. Первопроходцами стали 10 школьников, победителей корпоративных конкурсов. Металл, который Магнитка дала этому миру, который Магнитка дала стране, это настоящий символ, такой же, как и хлеб. И металл – это настоящий хлеб для всей промышленности страны. Экскурсия стартовала от памятника «Первому паровозу». Дальше – первые кварталы города и знаковая палатка первых строителей. Затем ребята побывали на территории предприятия «Ситна», история которого уходит корнями в создании первой хлебопекарни «Магнитки» в 1929 году и первого хлебозавода в 1931 году. Здесь в 1936 году впервые была на данном предприятии выпущена мука. В рамках экскурсионного маршрута вы сможете увидеть весь цикл выпускаемой продукции. Мощнейший мукомольный комплекс предприятия «Ситна», линия по производству макаронных изделий, фасовка. А дальше путь продолжила знакомство уже с металлургическим производством. Территория ММК и, конечно, доменный цех, но только печь номер два. Хотя, если обратиться к истории, можно вспомнить, что именно дом на Комсомолке стала первой молодежной стройкой. Следующий пункт маршрута – центральная лаборатория контроля комбината. Здесь состоялась встреча участников экскурсии с генеральным директором ПАО ММК Павлом Шиляевым, председателем совета директоров компании «Ситна» Павлом Журавским и директором основного магнитогорского туроператора Владимиром Ушаковым. О важности промышленного туризма и не только говорили высокие гости со школьниками. В целом программа у нас для всех открыта. И это, конечно, приглашение, притяжение вообще гостей в город, горожан на ММК, чтобы больше и лучше понимать, чем живет металлургический комбинат. Ну и такое всеобщее открытие границ, образование, как угодно это называть. К городу и комбинату действительно есть, что предложить и рассказать самому избирательному туристу. Экскурсии по ММК проводятся уже пять лет. Разработано восемь маршрутов, которые популярны и у магнитогорцев, и у гостей города. За это время комбинат посетили около 43 тысяч человек, из них более 15 тысяч дети. И вот теперь новый виток в развитии туристической привлекательности города. На сегодняшний день то мероприятие, которое было организовано, считаю, что оно очень актуально, оно успешно. И, наверное, у него будет отличное перспективное будущее. И надеюсь, что этот маршрут будет развиваться и просто увеличиваться теми направлениями, которые будут интересны в первую очередь туристам. Новый маршрут призван объединить мощь и силу комбината с красотой и созидательной энергии города металлургов. Ведь ММК и город – единое целое. Поэтому и маршрут должен быть единым. Знаете, вот мы все-таки первые и на первой экскурсии. И вот это совмещение и Ситна, и магнитогорского металлургического комбината, все-таки это чувствуешь, что наша земля, наша магнитогорская земля, она великая.